Тема моей лекции о перце. Перец сладкий в настоящее время получил широкое распространение, как в нашей стране, так и за рубежом. Его в нашей стране мы выращиваем в открытом грунте и защищенном грунте. В защищенном грунте это парники, в весенние теплицы и в зимних теплицах. Зимние теплицы это которые используются круглый год с обогревом. Перец сладкий произошел в Центральной и Южной Америке, в тропических районах. В настоящее время он там встречается в дикой форме и растет там как многолетние растения. Но мы перец сладкий выращиваем как однолетние растения. В Европу перец попал в 16 веке. И вначале он был в Испании, а затем вот сладкий, именно сладкий перец, первые формы появились в Болгарии. Отсюда и перец сладкий мы называем как перец болгарский. Ценятся плоды перца сладко за вкусовые качества. В 100 граммов сырой массы перца содержится 400 миллиграмм витамина С. Он является среди овощных растений рекордсменом по содержанию витамина С. Его много витамина С, как в зеленом перце, это техническая спелость перца, плодок перца. И много витамина С, когда наступает полная спелость. То есть когда перец или красный, или ражевый становится, это полная физиологическая спелость. Поэтому, если в летнее время вы выращиваете перец и употребляете его как можно больше, необходимо, чтобы удовлетворить суточную потребность, в день съедать 60-80 граммов плодов перца. Такую массу. И это говорит о том, что перец сладкий мы сами выращиваем на своем участке. Мы можем его вырастить экологически чистым продуктом. Поэтому вы будете свой организм пополнять экологически чистой продукцией. Вот такое значение перца, сладкого витамина. Также перец сладкий содержит такие специальные эфирные масла. Поэтому, начинайте есть перец сладкий, идет от него такой запах. Это и улучшает вкусовые качества приготовленной какой-то пищи и самого перца. Перец сладкий мы можем использовать и в свежем виде, жареном, тушеном, вареном виде. И также можем его завораживать. В консервированном виде тоже сохраняются вот эти витамины. Витамин С. И также там содержится много витамина А и В. Это пищевое значение. Известно около 30 видов перца. Но более распространены 5 видов перца. Это однолетний, чили и другие виды перца. Сам по себе перец сладкий, однолетнее травянистые растения. И вот только когда появляются всходы, стебель у перца такой травянистый. А когда он начинает плодоносить и образуются плоды перца, то внизу он какой делается? Деревянистый вот этот стебель. По форме перца стебель перца округлый, но может быть и гранюлый. Также листья у стебля в таком виде заостренные с длинным черешком. Но самое интересное, это цветки у перца. Они бывают и белые, и фиолетовые. Вот цветки, когда раскрываются в первой половине дня, перец больше самопылит. То есть пыляется он сам собой и образует плоды. Но есть еще перец острый, который больше перекрестка вылитит. И если вы посадите в одной теплице, на одной грядке перец сладкий и острый, то пыльца перца острого перелетает, переносится, и ветром переносится, и цеплами на пыльцу перца сладкого. И когда у вас будут формироваться плоды, то они будут иметь острый вкус. Поэтому будете высаживать перец сладкий и острый, и соблюдайте пространственную изоляцию. В любом случае не в теплице, не на грядках, не высаживайте рядом эти две формы плодов. Две формы перца острый и сладкий. Также плоды у перца сладкого, когда образуются они, бывают различные по форме. И округлые, и цилиндрические, и конусовидные, и различные по размеру. Так вот, если плоды мелкие, то на одном кусте, вот округлые формы, они обычно небольшие, то на одном кусте может формироваться до 50 штук плодов. А если крупные, то тогда формируется самое большое 15-20 плодов. И то, это если в теплицах. Также перец растет, и бывают высокорослые сорта, их называют и детерминатные, и низкорослые детерминатные, и штабовые. Так вот, высокорослые сорта и гибриды выращиваемы только в теплицах. Это индетерминатные. Как их определить, что это высокорослые сорта? Значит, стебель растет, и у перца такая особенность. Склонность к разветвлению. Растет стебель перца, формируется цветок, и от этого цветка что идет потом? Два стебля. Затем, у каждого стебля опять цветок образуется, и еще два стебля. И получается уже четыре победа. И если мы будем выращивать в теплицах, то нужно вот четыре победы оставить. А это ветвение называется дихотомическое. Четыре победы только оставляем. А затем только из этих четырех, четырех победов. Вот если будет ветвиться, один оставляем, чтобы, как говорят, формируют четыре стебля. Больше нельзя оставлять. И если растение высокорослое, то только один цветок образуется в пазухе листа. Больше и плод будет более умный. Если же растение низкорослое, это терминатное, то тогда пазухи вот этих стеблей образуются до трех цветков. До трех цветков. И может и два, и три плода. И вот низкорослое штамповое мы тогда выращиваем только в открытом пункте. В теплице они как бы не с кем в теплицах можно выращивать парника. А в открытом пункте, а в высоких теплицах они как бы ниже урожайности получили. Поэтому для теплиц мы выбираем высоких теплиц высокорослое, детерминатное гибриды, а для открытого пункта и для парников низких вот такие детерминатные низкорослое сорта и гибриды. Дальше по скороспелости бывают раннеспелые, среднеспелые и познеспелые сорта. Для открытого глунта в нашей зоне, конечно, лучше брать ранние сорта и среднеранние. В теплицах мы можем выращивать познеспелые сорта. Познеспелые сорта, как правило, дают больше по массе плоды. По отношению к режиму, значит, по отношению к теплу, к влаге, к плодородию почвы. Перец сладкий, теплолюбивое растение. Поэтому температуру для выращивания его строго нужно соблюдать. Он растет хорошо при температуре 20-24 градуса. Это вот оптимальная температура. Как только температура понизилась до 15 градусов, рост прекращается. А плюс 15. Плюс 12 градусов вы можете наблюдать о падении цветков и о падении завязей. Дальше температура плюс 5. Опять все прекращается. И может быть даже и листья уже начинают опадать. А в нулевой температура перец полностью погибает. Отрицательно сказывается температура для перца свыше 35 градусов. Вот у вас, вы посадили в теплице и жаркий период, температура свыше 35 градусов, вы тоже можете наблюдать о падении цветков. Или цветет перец, но плоды не завязываются. Становится перец такой стерильный. Поэтому обязательно нужно соблюдать температуру. Отношение к влаге. Влаголюбивое растение. Но поливу нужно проводить также с осторожностью. Поливать перец лучше в первой полотне дня. И так поливать, чтобы вода не попадала на листья. Поливают немного. Чтобы вот как объединить полив? Так вот рукой прикоснулись. Ага, почва не прилипает к пальцам. Значит, нужно полить по поверхности почвы. Если сейчас есть вот капельные нити в теплице, можно через капельный полив. А также мы можем полить с лейки. И в открытом кухне с лейки. Но чтобы вода именно не попадала на листья. Температура воды должна для полива во взрослого перца быть не ниже тоже 24-26 градусов. 25-25 градусов обычно теплой водой полива. По отношению к свету. Это светолюбивое растение. При недостатке света в нижней части растения, листья начинают желтеть. И могут тоже опадать цветки. Поэтому выращивайте перец, теплица. Понятно, теплица всегда на светло. А в открытом грунте выбирайте участок, где хорошо освещается солнце. Требовательный перец и плодородию почвы. Он недостаток фосфора. Тоже почва, если может вызвать опадение листьев, цветков и залезей. И нуждается перец в микроэлементах, такие как магний и кальций. Если недостаток магния, кальция, то тогда плоды поражаются какими-то заболеваниями. Кальция, это обычно такая расширенная гниль развивается. Она может, недостаток кальция вызвать расширенную гниль как томата, так и перцы. Могут поражаться плоды керца вот этой гнилью. И почему лекция перец сладкий? Мы выбрали первую пастоли, да, потому что из всех овощных культур, которые мы выращиваем через рассаду, именно на рассаду высевают первые шторы. Перцы. Если вы посмотрите на семена перца, то они желтые, да, поверхность широковатая такая, плоско-округлые. Это семена перца, обычно как мы собираем, вот они такие. Но сейчас лучше для выращивания приобретать семена, которые прошли уже предварительную подготовку на производителя. То есть они уже как не желтые, да, а могут быть голубыми, может быть бирюзового цвета, красного цвета. Это говорит о том, что когда вы приобрели такие семена, эти семена уже были обработаны каким-то кундицидом, обычно террамом пишут, да, обработаны террамом, и обработаны регулятором роста, и покрыты каким-то красителем. Такие семена, которые вот купили вы, обработаны, можно не обрабатывать, а сразу же высевать. Но если вы собрали сами семена, у вас имеются прекрасные свои семена, вы отсортировали их по крупности, то перед посевом можно обработать, не можно, а нужно обработать в 1% растворе марганцовки. Если у вас есть это еще в течение 15 минут. Опускаем семена и обрабатываем. Затем промываем проточной водой. И на 8-12 часов в регуляторах роста обрабатываем. Какие регуляторы роста? Вы можете приобрести их в магазинах, в сад, огород. Это циркон, эпирэкстра, энерген, НБ-101, натуральный металлайзер, ну еще другие, которые имеются. Но это самые распространенные. Куматы различные, куматхария, куматнатрия. Вот обрабатываем эти семена. После марганцовки и затем в регуляторе роста. Если вы хотите проращивать семена и висеть пророщными, то тогда положили на проращивание семена какую-то емкость, немножко налива воды, да, положили салфетку и на салфетку вот эти семена. То появились проростки, не допускайте их перерастания. Высевайте, когда длина пророста 0,5 сантиметра. Больше не желательно, чтобы этот проросток был. Куда же будем сеять? А сеять будем в специальной почвенной смеси, которую вы можете приобрести тоже в магазинах. Лучше, как сейчас недобросовестные производители, бывает, что-то там перебавили, иногда посеяли, и всходы могут не появиться. Значит, сами нужно заготовить почвенные смеси. Найдите хорошую зерновую землю и хорошо переклевший перегной, то есть который двух-трехлетнего водоохранения. Две части перегноя возьмите, одну часть зерновой земли и одну третью часть речного песка. Все это перемешиваете и добавляете на ведро смеси стакан зала. Для посева можно не добавлять минеральное удобрение, но можно и добавить. На ведро смеси запишите столовую ложку или 30-40 граммов. Это удобрение, сложное, с микроэлементами. Такое есть фертико-универсал, кемира-универсал, терра. Вот эти три, такие самые распространенные. Все перемешиваем. А песка сколько? Одну третью часть песка или даже одну четвертую. Две части перегноя, одну часть зерновой земли и одну четвертую или одну третью часть речного песка. Вы будете смотреть, чтобы почва была легкая такая. Теперь обработка почвы тоже необходимо провести за два дня на посева. Конечно, желательно, чтобы у вас эта почвенная смесь, вы заготовили всю эту почвенную смесь, носили, и она как бы немножко промораживалась в течение зимнего периода. Потом заносите, отданиваете. И тогда за два дня, за два дня, вначале можно пролить марганцовкой, а на следующий день притоспоридом. Сразу он, например, не пробивает. Марган, это очень много температуры. Горячие можно, да. 50 градусов, обычно 55. Чем большее, да, можно, можно кипятком. Но фитоспорид разводится в холодной воде и пробивается на следующий день. Фитоспоридом. Фитоспорид очень универсальный такой биологический. Препарат, и можно и семена обрабатывать, и в почвенной смесь, и в теплицах, и для посева почвенной смесь. И отреды тут грядки проливать фитоспоридом. И только потом, после обработки фитоспоридом, на следующий день мы высеваем семена наши. Семена мы можем высевать в ящики, наполненные почвенной смесью. Семена, если у вас небольшое количество семян, и они у вас уже проросли, видите вы, у них вот эти проростки, можно высевать сразу горшочки. То есть горшочки наполненные почвенной смесью. Если, например, 10 растений, вы можете 10 горшочков заготовить, и 10 растений в посеять. Но если у вас будет большее количество рассады, то тогда лучше выращивать с пикировкой перец. Потому что перец выращивать можно и с пикировкой, и без пикировки. Вот если с пикировкой, то будем высевать в ящики. В ящики, значит, делаем бороздки глубиной 1 см, и по одному семени, через 0,5 см или 5 мм, поскладываем в эти бороздки семена перца. Заделы перец на глубину тоже 0,5 см. Заделали почвой, и чтобы лага не испарялась в горшочках, в ящиках, нужно, необходимо, укрыть пленкой. Можно даже укрыть сначала укрытными, метарными материалами, а потом укрыть пленкой. И ставят в теплое место, где температура для появления схода должна составлять 24-28 градусов. Если семена пророщенные, то сходы появляются на третий день. Если не пророщенные, то обычно на 6-7 будет день. Но температура должна быть именно вот такая, 24-28 градусов. Если температура будет 14 градусов, то сходы у вас появятся только через 20-30 дней. Это вот семена перца, которые оттуда схожестью обладают. Но поставили мы на проращивание, ежедневно мы приоткрываем, торговетривая вот эти наши посевные ящики. Как только сходы появились, все единичные сходы появились. Все, пленку мы убираем и ставим нашу насаду на самое светлое место. И даже вот дружные сходы, дружное появление сходов, это уже первый залог качественной рассады. И как только у сходы появляются, значит, вот этот проросточек, он забрал все питательные вещества с семени. В это время нужно проростку брать питательные вещества из почвы. Но корневая система слабая. И нам вот нужно сделать такое, чтобы создать такой климат, чтобы развивалась хорошо корневая система. Поэтому, наверное, вы уже слышали, что после появления сходов необходимо понижать температуру. Для креста тоже первые 4 дня после появления сходов необходимо понизить температуру до 18 градусов. 16-18 градусов. И тогда верхняя часть вот этих источников приостанавливает рост, а корневая система там в почве начинает развиваться. И за 4 дня она развивается. Затем опять же, на 5-е и далее дни температуру повышают. Но обязательно должно быть много света. Даже вот некоторые садоподородики используют, чтобы лампы досвечивали. Ставят возле ящиков и включают нам подосвечивание. Еще нужно нам рассчитать, когда же нам нужно сеять перец. Если для теплицы, а в теплице мы высаживаем готовую рассаду где-то конец апреля, начало мая, то мы должны вычесть 60-70 дней. Это значит, когда мы должны посеять феврале месяца. А в открытом грунте мы высаживаем рассаду где-то в конец мая, когда вот заморозки пройдут. И то, чтобы себя сохранить эту рассаду, если проконтролировать, мы ставим какие-то укрытия, чтобы вот перец лучше принес пересадку. Пересадку. И если вот для открытого грунта, то тогда высевают. Конец мая, минут 60 дней и до начале марта. Для открытого грунта высевают семена. в начале марта. Для теплиц в феврале, а для открытого грунта в начале марта. Первый декабрь марта. Следующий. И осталось нам семена мы посеяли, потом мы дальше продолжим, как мы будем... Сход у нас появились, но еще ее отпустила. Нам нужно же подобрать, что мы будем сеять, какие же гибриды. Ну, здесь у меня гибриды только те, вот вы видели первый слайд, это все перец, который мы выращивали. И здесь я дам название то, что у нас мы выращивали в этом году и получили хороший урожай с отличными вкусовыми качественными плотами. Это звезда востока красная. И вот первые четыре и в кошмаре и в теплице, и в открытом фронте выращивались. Звезда востока красная, мандолиновая, желтая, золотистая. И здесь еще шоколадная звезда востока, есть оранжевая. Чем же эти гибриды краше, потом вы увидите фотографии этих гибридов. То, что вот особенность звезда востока, это невысокое растение, но на нем может формироваться до 25 штук плодок красных. И толщина стенки у него где-то 6-7 миллиметров. Можно универсально использовать потом эти плоды как в свежем виде, так и для переработки. Гибрид фламенко тоже можно выращивать и в теплице, и в открытом грудь. Да, это пометьте у себя раннеспелый. Фламенко да, раннеспелый. Гибрид едино тоже раннеспелый и в теплице, и в открытом и в открытом и в открытом грудь. Да, а вот такие гибриды как омброня, омброня, очень крупные плоды, высокорослое растение, красный цвет, когда плодок созревает, даже можно сказать такой бишневый цвет. Лучше, конечно, выращивать в теплице. Тевере это окраска крупные плоды, такие удлиненные, длиной до 15 сантиметров могут быть. Толстая стенка, оранжевая окраска тоже лучше в теплице выращивать. И вот гибриды вебальки, вегарон, высокорослое для теплицы идут, плоды красные, масса достигает до 800 граммов. Мы обычно с этим гибридом обронить, тевере, вебальки, вегарон, отбираем плоды для выставок, которые проходят в стенах университета или где-то еще другие яблоки всякие. Вот бывают свенские на выставке отбираем. Так, гибрид снегопад. Значит, плодов тоже формируется очень много на растении. Плоды когда вначале они такие светло-желтые, а когда созревают, то приобретают красную красную. Кто не видит? Нет. Снегопад можно выращивать и в открытом грунте и в теплице. Касабланка предпочитает больше тепличные условия, ну и растет и в открытом грунте. Желтая, когда созревает, желтая красная плодовка. И вот они тут записаны только для открытого грунта. Это сорта. Плодов у них образуется немного, но всегда можно получить какой-то урожай, так как они адаптированы к неблагоприятным условиям. открытом грунте. Это игрок, красная краска плодов, богаты, золотое чудо. Это тоже гибриды? Нет, это сорта. Мирок, богаты, золотое чудо. Где гибриды, вот такая, видите, знак лев стоит. Набрали гибриды, семена посеяли, что появились. Что же дальше будет делать? А дальше, как только появляются взводы, вначале два, вот, корневая система у нас развивается, и появляются два семидольных листочка вначале. Как только начинает появляться следующая пара настоящая, листочка можно перец пикировать, если будем выращивать пикировкой. Это что такое пикировка? Это присадка растений на большую площадь питания. Перец пикируют в ящики, на брянки пикируют, или пикируют какие-то горшочки, наполненные почвенной смесью. Если мы будем брать горшочки, то тогда необходимо брать горшочки диаметром менее 8 сантиметров. по диаметру и по высоте они должны быть такими 8 сантиметров. Но обязательно внизу горшочка должны быть глинашные отверстия, чтобы вода стекала. Горшочки наполняют почвенной смесью. точно точно также почвенную смесь для пикировки обрабатывают. Берут такую же, как мы для посева взяли и за 2 дня до пикировки обработайте марганцовка и китоспорином. А потом уже будем пикировать. Как только распикировали перец первые сутки, желательно не ставить его на светлое место, пусть он постоит распикированный перец где-то подальше отцветать, не в темноте, но чтобы меньше было прямого света. только через сутки ставить место. Уход за перцем обязательно поливы, но по мере подсыхания почвы. Провели пальчиком аганцовка. Почва верхний слой сухая, не пристает в пальцу, значит можно полить. Поливать желательно в солнечную погоду перец, потому что когда поливаем в пасмурную погоду, есть лист к развитию черной ножки. Так вот в солнечную погоду первое по красаду поливаем в первой половине дня где-то до 11 часов или вечером после 16-17 часов. Если мы видим, что красада у нас как бы плохо развивается, проводят подковки. Первую подковку проводят через 10-12 дней после пикировки. после пикировки. Веру для подковки водорастворимое удобрение с микроэлементами. Вы, наверное, слышали агрикола для перцев, томатом, есть такое удобрение, фертика, люкс, там была у нас фертика универсал, а это люкс, растворимое удобрение. Потом кибиры, люкс, фертика люкс, он тоже растворит. Вот такие крепыш удобрения есть. И тоже берут для первой подковки 20 граммов на 10 литров воды. Это рассчитываю. Для первой подковки растворяю удобрение и поливаю. Если горшочки, то в один горшочек не более вот раствора, не более 50, не более 100 миллилитров льют в один горшочек. Если в ящиках, ну тоже рассчитывайте, чтобы на площадь 2 метра квадратных и шло 10 литров. Данную подковку проводят через 10-14 дней после первой. подковки можно использовать эти же удобрения, но дозу их удваивают. И берут уже не 20 граммов на 10 литров воды, а 40 граммов на 10 литров воды. У вас растет где-то в комнатных условиях, а вы высаживаете теплицу, и теплица вас неоттапливаемая, тогда ее нужно за неделю до высадки приучать к естественным условиям, то есть к условиям, где она будет расти. Поэтому берут рассаду вы можете выносить на лоджию, или просто взять эти ящики, кошельки, вынести в ту теплицу, где она у вас будет расти, на постоянное место. место. Если для открытого культа, то тоже сразу нельзя высаживать на саду с комнатой и в открытый руль. Вы должны ее перенести и поставить, открывать двери, окна, где она лоджии. Пусть она у вас закаляется, а только после этого, через неделю после закалки, вы тогда ее высветите на постоянное место. Как же готовиться к почвам? Теперь уже в открытом грунте в теплице, для того, чтобы у нас перцы росли хорошо. В теплице мы перец будем высаживать в 3 декаде апреля или 1 декаде мая. До этого в теплице мы можем вырасти какие-то зеленые культуры. Вы можете посечь шпыри и диз, и укроп, и салат, и лук-назин посадить. Зеленые культуры вы убираете, почву перекапываете, вносите на метр квадратный 5-6 килограммов кирилля литерфа компоста. И на метр квадратный 30 граммов минерального удобрения, тоже сложного с микроэлементами, те же удобрения, которые мы использовали для составления почвы смеси. Помните, записывали кирилля универсал, фертикл, универсал, терра. Это гранулированное удавление, там содержится азот, фосфор и кариуми плюс микроэлементы. И на метр квадратный вы вносите где-то стакан салы рассыпается. 5-6 почву перекапываем и поверхность идеально выравниваем. Теплица рассаду перца высаживаем между рядами 70 а то и 80 сантиметров, если перец высокорослый, а между растениями 30-40 сантиметров. Ряды 70-80 теплица, а между растениями 30-40 в открытом рульсе. Рассаду перца высаживаем с между рядами где-то 50 сантиметров, а между 10 сантиметров прижим к трубку, а между растениями 30 сантиметров сантиметров техника посадки, конечно, вы знаете, но обычно если есть возможность перед посадкой лунки пролить теплой водой, а потом сажать, как бы почва проливается. И еще такая особенность для перца, баклажана, томата, огурца. Это теплорубивые культуры, поэтому высаживать нужно, когда температура почвы прогреется свыше плюс 15 градусов. То теплая будет почва. Иначе мы посадим, почва холодная, и особенно у перца листья опадают. Может быть, кто-то уже сталкивался с таким явлением. Поэтому температура почвы должна прогреться свыше 15 градусов. это можно пролить теплой горячей водой. Остыла луночка, чуть-чуть провели, сразу посадили, а потом высаживаем. Вода соска надо обнимать? Так, вот правильно мой вопрос задаёте. И можно почву и в теплице, но только не сразу перед посадкой, а тоже все обработки делайте за 2-3 дня до посадки. Морганцовкой можете почву пролить, можете затем фитоспорином. Есть ещё такой фунгицид, как трикоцил. Потом вот сейчас много различных таблеточек от гнили реализуется в магазинах. Вот глеоплодин таблеточки такие укладывают в горшочке, чтобы не развивались корневые гнили. Ну вот фитоспорин более дешёвый, доступный, можно моканцовкой, а на следующий день фитоспорином проливать. И участки. Особенно фитоспорином хорошо проливать участки, где будете сажать капусту. Вот уже на постоянное место. Фитоспорин хорошо использовать. высаживать рассаду перцы и круги в культу лучше во второй половине дня. запомните, семена мы съем в первом половине дня, а рассаду сажаем во второй половине дня. чтобы рассада лучше приживалась, обычно делают притенение, ну как это достигается, ставят дуги и сверху круглой материал, вот нетканное белое, нетканное полотно и материалы. и рассада будет лучше приживаться, и температурный режим там повыше будет, чем по сравнению с открытым грунтом, и повышается на 2-3 градуса. И также влажность повышается, и рассада лучше приживается. Уход за растением, все, рассада вас прижилась. в открытом грунте тоже желательно вот первые дни, чтобы перец укрыть таким тканным материалом. Как только она приживется, температура повысится, в открытом грунте днем она будет около 20 градусов. Можно и убирать тканное материал. А так вот, пока низкая температура держится невысокая подержать перед этим укрытием. Убираем окружной материал, и у вас появляется первый цветок. перец у перца убираем не помешать не оставляй не оставляйте его. Нужно убирать в развилки. Затем, если в теплице будем выращивать, то растение требует подвязки. Каждое растение подвязываем к проволоке, которую мы натянули лишь по картам, вверху над рядом. Внизу мы подвязываем под развилочкой, значит, свободной петлей. А вверху другого шпагата перебрасываем через проволоку, которая натянута вверху над каждым рядом, и скользящий петлей, чтобы мы могли опустить или приподнять. Но это у нас будет один шпагат пока, но в нашей степи расцветляется и получается 3, а то и 4 побега. Так вот, в дальнейшем также подвязываем и оставшиеся побеги, которые мы оставили, 3-4 побега. Их тоже подвязываем. И тоже нужно удалять листья нижние на перцах. Ну, в открытом грунте... А листья не новая? Что? Я беру аквар. В кису, да. В теплице там 2 раза в месяц удаляют листья. Ну, в открытом грунте там, может, и один раз достаточно. Нужно смотреть, как он будет расти в зависимости от температурных условий. А в теплице удаляют 1 раз в 2 недели. Прошли, вот, нижние листочки удалили, которые пожелтели. Подразвинки или выше тоже? Нет, пока подразвинки. Сейчас я скажу, что дальше. Также, первый цветок у медалейных. Но дальше у нас развиваются плоды. И вот, обычно, на верхушке плода цветок остается, да? Так вот, этот цветок желательно убрать. Как вот плод развивается, и вверху плода цветок убирают. Иногда остается этот цветок, и плод может от цветка загнивать. Развивается мокрое. В общем, на плодах убирают цветок. Не вперед, вот, не цветок сам. А вот именно, когда плод развивается, и на верхушке плода может быть цветок. Так вот, с плодов снимают оставшийся цветок. Вот так. Или срывают от плода оставшиеся цветки. Так, цветки, лепестки и венчика. Ну вот, здесь плод, вот он, как раз и видит. Там плод растет, а вверху, что-то, да. Да, вверху с пьетти. Поливаю тоже проводим в первой половине дня. Теплицу после полива хорошо проветриваю. Проветриваю, поливаю так, чтобы вода не попадала на листья. И теплой водой лучше в первой половине дня перец поливать. Ну, в открытом лунте можно, это в теплице. А в открытом лунте можно и в втором половине дня. Ну, тоже, чтобы вода не попадала на листья. Два раза в месяц в теплицах проводят подкурки. Вот этими же удобрениями водорастворимыми, которые мы использовали для рассады. И 40 грамм на 10 литров воды. И по 0,5 или 1 литру на дно растения. В зависимости от того, какое это растение. Если небольшое, то 0,5 литра. Если более высокорослое, высокое уже растение, так по литру раствора. В открытом грунте тоже проводят подкурки. Вот период образования плодов. Точно так же. Но там поменьше подкурки проводят. Если здесь каждые две недели, то там обойтись можно только двумя подкурками за весь период вегетации. Рыхление. Междурядие. У перца корневая система расположена на поверхности. Поэтому почву рыклят только на глубину не более 5 сантиметров. И как бы подальше от стебля рыклят. Или сверху порыклили. И потом можно замульчировать какими-то рыклящими материалами. Иногда даже вот, чтобы плода не испарялась, скошенной кровой мульчируют. Или хорошо перепревшим деревной. Развилки нужно удалить. Все листья, все пасынки. Идет развилка. Значит, два стебля оставляют. Развиваются они. С каждого стебля еще раз идет развилка. Тоже оставляют. А потом вот оставляют 3 или 4 побега. А вот с этим дальше будет идти развилка. Плод образовался. Один побег удаляет. А один остальше. Только 4 побега было в теплице. Ну а в округом грунте, там до развилки лучше удалить и все. А потом там больше удалять ничего не надо. До развилочки еды. Все листья и пасынки удаляются. Пасынки не надо с руками. Пасынки можно удалять, листья руками. Но сбор плодов, сейчас мы перейдем к сбору плодов и расскажу. Даже в теплице, в теплице лучше использовать секатор. Да? Более склонны вот к ломкости стебли. Вместе там можно укладывать. А вот сбор плодов тут нужно тщательно подходить. Также, если бы я вам говорила, температура для хорошего развития плодов, для цветения должна соблюдаться около 24 градусов. Даже 20-21 градусов, то плоды лучше завязываются. Если свыше 35 градусов, то плодов не будет. Поэтому в теплице обязательно, вот летом, хорошо проветривать теплицу, не давать температуре повышаться. И утром захотите немножко так вот постукивать по растениям, чтобы было дополнительное опыление. Плоды у нас образовались. И теперь проводят сбор. Сбор плодов лучше проводить, когда плоды зеленые еще. То есть, ну, и они подошли к технической спелости. Вот не такие, как здесь красные, да? А еще и зеленые. Почему? Потому что они технической спелости мы их срываем. И дальше у нас еще будут нарастать новые плоды. А вот когда оставляем плоды до такого состояния физиологической спелости, чтобы они у нас были красные, то урожайность веско снижается. Потому что они забирают питательное вещество. Как определить, что растения технической спелости, это значит, плоды могут быть зелеными, светло-зелеными, такими белыми плодами, может быть, шоколадного такого цвета. Определить, что их можно уже срывать. Нажимаешь на плод, и он как бы чуть-чуть потрескивает. Вот это плод уже в зеленой, именно такой технической спелости, готов к уборке. И по форме также эти плоды соответствуют данному сорту. Ну вот, самый первый пристав для сбора, это немножечко потрескивание. Собирать плоды лучше срезать ножом или секатором. И собирать плоды можно лучше, конечно, в первой половине дня. Они тогда более свежие, это зеленые плоды. Когда мы собираем плоды, то срезаем, вот, плоды собираем все стандартные и нестандартные. Потому что если оставили нестандартный плод, то он также будет собирать питательное вещество, и урожайность снижается. Если мы собрали плоды в технической спелости, вот такие зеленые, то их можно хранить. Хранят при температуре где-то 18-15-18 градусов. Они у вас хранятся и могут быть через сколько-то дней, приобрести вот такую краску, красную или желтую. Вообще, вы считаете, что плоды после цветения готовы к уборке где-то примерно вот зацвел перец и созревают через 40 дней, 30-40 дней. Это наступает такая вот спелость. Ну, а полная спелость через 2-3 недели. Поэтому собрали мы перед вот такой технической спелостью зеленой. Через 3 недели, если он у нас похранится, он приобретет ту окраску, которая должна быть для этого гибрида или сонка. Если же плоды мы собираем полной спелости, то есть красными, оранжевыми, то температуру для хранения понижаем до плюс 5 градусов. Вот при такой температуре вы можете сохранить 5-2-3 недели плюс 5 градусов. Сейчас мы с вами раз вот эта теплица у нас была покрыта поликарбонатом Эртилай Абра. И в этой теплице мы получили такой вот урожай перца. Сейчас посмотрим сорта перца гибрида, который у нас привели. И как это было на самом деле в 2012 году, в этом году. Ну, это отдельная картина. Просто знаете, что есть воды, перца, шоколадные окраски. Вот такой есть звезда Востока шоколада. Сначала окраска вот такая фиолетовая, а когда полностью созревает, то темно-красная. Вот секвенция. Видите, это звезда Востока красная. Сколько вот уже технической спелости, готов к уборке. И видите, каждый фабет подвязан и новым шпагатом. И закручиваете фабет вокруг шпагата. Это звезда Востокомангалиновая. В технической спелости окраска у него светло-зеленая. Но когда полная спелость наступает, такая как у мандарина окраска. Это гибрид амбролия. Вот видите, плоды очень крупные. Крупные, я вам говорила, что выращивается только в теплице. И в пазухе листа только один цветок. Поэтому, если вот предыдущие две фотографии вы смотрели, там как бы много плодов. То есть здесь только панамы весятые. Так, ну это вот мы проводили в четыре месяца. Первый сбор плодов в теплице подходит. Это только панам розовым. И вот такой улажайся пролить. Такие крупные красивые плецы. Внизу на весах вот это желтая окраска. Это амброни. Вот эти вот зеленые крупные. Нет, это тиверет, желтая окраска. А вот эти зеленые крупные, это амброни. Так, как у меня звезда востока красная. Плылка то же самое дальше. Так, ну вот. Вот это вот звезда востока красная, когда наступила полная спелость. Вот такие плоды у нее. Сразу видно толстая стерка. И плоды достаточно крупные. Неужели его размеры. Так, это звезда востока мандарина. Видите, такая вот окраска. Это звезда востока оранжевая. Такая вот необычная форма. Плоды какие-то трехкамерные. И вот верхушка такая вогнутая. Так, вот этот гибрид ангоня. Видите, масса какая у этого. Плода где-то до 500 граммов. Это тиверия. Тоже крупная масса. Так, вот это растение. Звезда востока мандарина. Это красивая. Так, вот это перец идет для открытого блюда. Тоже неплохие плоды. Плоды по размеру достаточно среди. Это золотое чудо. Это игруок. Конусолитная форма. Плода красная. Это гибрид фламенко. Фламенко у них низкорослый. Но тоже раннестелый. И много плодов образуется на растении. Вот это гибрид ревальди. Это из всех гибридов самый крупный плод, который мы получали. Но на растении очень мало плодов. Только, может, из-за период вегетации до 5 плодов называться. Так, ну, это та же фотография реворка. Все. Ну, вот тут выставка проходила. Такое упражнение получили. Мы тогда раньше.